Друзья, и перед тем как начать этот ролик, хотел бы извиниться перед Васяном, оказывается пацан правильный, прислал мне комментарий, вот этот, еще 10 дней назад, но мною он не был прочитан. Зная его проблему, то что произошло недавно, этого могло бы и не быть. Некоторые сейчас скажут, а что было, мужики, вам знать не обязательно, те кто знают, мужики, и хотят пообсуждать, переходите на канал к Васяну, ищите видос под названием Битва за хитштег, и там оставляете свои комментарии. Что вы думаете по этому поводу? В свою очередь, Васян, еще раз, мои глубочайшие, у тебя, как оказалось, стальные яйца, ты не сдался, красавчик. Единственное, что я попрошу Васяна, не удалять видос Битва за хитштег со своего канала, так же не удалять хитштег, все просто, иначе видос потеряет смысл, битва будет проиграна. Хейтеры, хейтеры, наверное, нужный ракурс уже словили, мое отношение к вам останется неизменным. Еще раз, Васяныч, мои искренние, погнали смотреть видос. Мужки, всем привет! В последнее время, что-то появилось дикое желание изменить вращение вала на этой крупоружке, потому что по ходу движения, если смотреть, двигатель у меня стоял с левой стороны, и вал крутился, как бы бил траву, сорняк и все остальное, как бы сверху вниз, и все это дело летело под трактор. Сейчас хочу сделать и изготовить такую же площадку, никаких сложностей, и поставить ее на правую сторону. Разворачивается вал шкивом сюда, и получится так, что цепи будут бить траву в обратном направлении, то есть снизу вверх. Просто посмотреть вариант, может, будет лучше и чище. Поэтому сейчас мы это все дело изготовим, поставим и протестируем, мужики. Плюс есть еще одна мыслишка насчет всей этой конструкции, но об этом немножко попозже. Вырезал, значит, такую же площадку, 25 на 25, хотя двигатель, да, видно по отпечаткам, занимает ровно половину, но возможно, возможно, сюда можно будет установить двигатели побольше и помощнее, да, он чуть пошире, ну, пусть будет. Еще мысли есть, ну, пускай будет такая. Все, и торец, торец, который будет ставиться здесь. Сейчас это дело выставляю, провариваю. И, ну, то же самое дело, и просверливаюсь. В принципе, делов здесь час времени. Позачищал и вырезал. Обварить, ну, остынет. И можно будет и испытать. Итак, мужики, приварил площадку. Получилось абсолютно симметрично. И теперь, когда двигатель развернется, вал будет вращаться уже в обратную сторону. Вот такие дела. Пока это все горячее, пойду сейчас двигатель сниму с мотоблока. Как раз все это дело подостынет. Итак, двигатель поставил, ремень натянут, лыжи приподнял, так, чтобы толреп был полностью раскручен. Сейчас цепи по самой-самой, мужики, землей. Но их можно поднять теперь самим толрепом. То есть, закручиваем. И вот эта вся штука поднимается. Они все одной длины по 15 сантиметров. В принципе, это все уже показывал, рассказывал. Кто не помнит, переходите на канал. Смотрите видосы по изготовлению. А я сейчас еду, проверяю, как все это дело работает. Сейчас, напомню, цепи будут бить вот так вот снизу вверх. То есть, вращаться вот таким образом. И, скорее всего, возьму ключи с собой, гайковерт. И переставлю двигатель на ту сторону. Сделаю два прохода. Один цепи будут бить снизу вверх. А другой проход, там у меня такая трава, березка, заплела там, капец. А другой проход сделаю цепи, будут бить наоборот, сверху вниз. То есть, бить уже сюда, под трактор. И посмотрим, что лучше. По крайней мере, за один проход вряд ли получится определить. Но, тем не менее, визуально хотя бы будет видно, что есть хорошо. Ну, и заодно и вы посмотрите, как это работает. Куда лучше их вращать. Приехал к себе в берег. Здесь вот прокос. Есть небольшую амброзию. Прокашивал роторкой. Вот стоит осот, амброзия. Вот березка тут вообще капец заплела. Сейчас вот так вот по осоту пройдусь с этой стороны. И, наверное, поменяю вращение вала. И пройдусь рядом. Или даже, может быть, по березке проверить. Я не знаю. Так, чтобы расстояние было. И посмотреть, где чище. Ладно, сейчас пройдусь здесь. А там потом решу. И посмотрим. Снимать не буду. Штатив не брал. Принцип понятен. Будет. Как-то так. Да, мужики. То, что я настраивал там цепи дома. Здесь этот вариант не катит. Надо их поднимать. Потому что завел. Вот она вся земля. На листьях летит вся земля вперед. И повыгрызала. Смотрите, как. Цепями. Аж блестят. Так поработала тут. Хе. Секунд 30. Так что, толреб закручиваю. Да, мужики. Абсолютно все. Хотя цепи. Они даже, когда работают, не выглядывают. Это уже так, за вихрением идет. Закидала все, что можно. Листьями. И меня тоже. Ямы, я не знаю, видно, нет. Сказать, чтобы было совсем чисто-начисто. Но это же все-таки береговая трава. Тонкая период. И тут и все остальное. Поэтому. Штука прикольная. Но, возможно, для чего-то высокого. Чтобы не забивалась. Допустим, вот, допустим, если камыш попробовать прокосить. Вот так вот. Напрямки. Чтобы она его не под себя била, а от себя откидывала. Может, даже и прокатит. Вот такие вот дела. Ну, двигатель, наверное, сейчас переставлю все-таки сюда. Приеду. И еще разок проеду с рядом. Так, ну, здесь неровности. Поэтому вот здесь и осталось. Лыжа пошла по верху. Здесь, по низу, она как-то так прошлась. Прошлась. В принципе, мужики, разницы для меня существенной я не вижу. Абсолютно. Даже вот по корням, по вот этим, да, по остаткам. Вообще не вижу разницы. Что трава заминается сюда. Цепи бьют сверху вниз, да. То есть под трахта. Что цепи бьют снизу вверх. Но весь мусор летит вверх. Результат один и тот же. Так что, если кто-то задумывался об этом, то, мужики, разницы по мне, по мне, никакой. По крайней мере, по мульчеру. По этой крупоружке. Название такое придумал, да. Крупоружка. Совсем похоже, да. Вот такие вот дела. В общем, эксперимент проведен. Косить только сверху вниз буду. Больше никак. Все. Поехали назад. Ну, в принципе, на этом видос можно и закончить. Видите, прекрасно, да. Специально не убирал. Что происходило, когда двигатель стоял с правой стороны. И вал вращался. Бил траву. Вот так вот. Снизу вверх. Вот таким образом. То есть, все поднималось вверх. Ну, и ветерком его сюда сдувало. Это крыло. Оно стоит так, что цепи находятся за ним, когда бьют. Вот такие вот дела. Я думаю, может, кому-то эта информация пригодится. Что вот так вот это все через верх вот сюда. Сравнить толком не получилось. Что бьет чище. Но все-таки удобнее, когда траву бьет сверху вниз и под себя. Вот даже здесь полно-полно осталось, мужики, вот такой травы. Сейчас все это дело продую и поеду ее мойкой обмою. Так, ну и добавлю. Все-таки эксперимент, эксперимент. Ну, где может пригодиться этот вариант. Я вот думаю, если сюда найти кусок метелки, которую дорожники используют на своих машинах. Которые подметают, там асфальт и все дела. Вот кусок здесь буквально нужен метр. Попробовать найти. И тогда в таком случае, когда будет метла нести вперед. То можно, я не знаю, что подметать. Ну, те же самые хотя бы листья, да, где-то просто гнать их вперед вместо граблей. Может еще там что-то использовать как щетку. Может даже, да, вместо лопаты какой-то снег, пухляк там прометать. Прометать, мужики, не прогребать. Я думаю, как вариант. Это только мысли вслух. Вот такие вот дела. Также, я думаю, можно использовать из нее, сделать, мне кажется, никаких сложностей. И сделать снегоротор. То есть, сделать вал другой. Также же на подшипниках, на ступичных, они откручиваются, да. Только шнек сделать не, как делают, да, снегороторы. К центру, чтобы сгоняло. А какую-нибудь сторону. Допустим, вот в эту сторону пускай снег сгоняет. А с этой стороны, со стороны ступицы голой, сделать вентилятор. Ну, специальный. Кожух сюда, чтобы цеплялся. И, соответственно, снег будет сгоняться. А вентилятор, это все дело, разгонять туда, куда надо. Но, опять же, это опять мысли вслух, мужики. Я думаю, при желании, нет ничего невозможного. Можно все сделать. Абсолютно все. Ну, на этом, наверное, будем прощаться. Кому понравился экспериментик, обязательно. Оцениваем. Я для себя понял, что это точно не для прокоса травы этот вариант. Ну, пускай будет. Сделал, так сделал. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...